Пожалуй, именно с этого дня можно говорить о том, что напряжение подготовки к Олимпиаде вышло на тот уровень, когда решаются, а то и ломаются судьбы. Совершенно сенсационное известие было объявлено буквально час назад в Олимпийском комитете России. Томас Липс, старший тренер женской сборной России по керлингу, заявил, что исключил из олимпийского состава Людмилу Прививкову. При том, что керлинг, безусловно, уступает в популярности хоккею или, скажем, биатлону, всякий, кто интересуется зимним спортом, понимает, это все равно, что Зинатула Белелединов исключил бы Павла Децука или Вольфганг Пихлер выгнал бы Ольгу Зайцева. Тем не менее, это решение взвешено, и тренер сборной считает, что сама жизнь вынудила его так поступить. Люся прекрасный человек, сказал Липс, и выдающийся игрок. С ней был связан первый успех сборной, но это было 7 лет назад. В последнее время она стала играть хуже, психологическое напряжение в команде у самой Люси возрастало. Я пытался с ней поговорить, но она очень закрытый человек и на контакт не шла. Я понимаю, что после такого решения у меня не появится новых друзей в России, но когда в Сочи мы выйдем на лед, я должен быть уверен, что сделал все, что мог. А по-моему, команда без Люси сильнее, чем с ней. Именно потому я принял решение исключить Прививкову из состава. Людмила Прививкова много лет была настоящим символом российского керлинга. Когда наша команда только появилась на международной арене, то сразу попала в центр внимания, поскольку резко контрастировала с привычным образом этого вида спорта. До наших считалось, что керлинг – удел корпулентных дам бальзаковского возраста. А тут юные красотки, к тому же способные побеждать. И главная звезда – Прививкова, блондинка на позиции скипа, то есть игрока, определяющего тактику и принимающего все решения о командных действиях. Людмила была скипом в сборной в течение шести лет. С ней было занято пятое место на играх в Турине и выигран чемпионат Европы впервые в истории нашего керлинга. Но на Олимпиаде в Ванкувере команда выступила крайне неудачно. Скипом стала Анна Сидорова, при том, что Прививкова оставалась игроком сборной. С Сидоровой тоже много получалось, в частности, был выигран еще один чемпионат Европы. Надо ли объяснять, что такое маленький, закрытый и весьма амбициозный женский коллектив? Увы, но двум медведям в одной берлоге не ужиться, и тем более двум медведицам. Продолжение следует...